Всем привет! У нас не совсем утро, уже обед. Мы только расщухали с Викой. Так, вытащила, ребята, эту ногу, которая у меня лежала, которую Сережа перед Новым годом еще свинину принес. И хочу сегодня на ночь поставить холодец вариться. И оставлю обычно на всю ночь. И утром выключаю, остывает, перебираю и заливаю холодец. И будет со свиной ноги. Там есть понемножку мяса. Еще добавлю куриное филеечки. И там кусок отрубить надо. Хочу Сережу попросить, чтобы он занес домой топор. И отрубить. Еще рульку можно запечь. Что-то я не пойму, она точно тут есть? Прямо, да, есть. В общем, еще и рульку сделаю. Короче, ставлю в таз размораживать его до вечера. А мы сейчас с Викторией идем в магазин. Хочу еще сегодня сварить небольшую кастрюлю. Что она там хотела? Солянку. Солянку. Вот, небольшую кастрюльку, потому что мы не уверены, что она понравится нашим семействам. Ну, у меня, у нас, мы такое не готовили никогда. И особо не любит никто. Вот, ну, вот это последний раз были, когда в лагере, там была солянка. И вроде бы, вот сейчас мы с Викой говорили, что вроде бы и съели бы. Потому что Сережка не сильно с аппетитом. Это как зеленый борщ. Никогда они всю жизнь не ели. Потом нам так зашел, он понравился. В общем, хотим попробовать и с солянкой сегодня поэкспериментировать. Может и пойдет. Так что сейчас мы идем в магазин. У нас тут списочек. А, и в зоомагазин. В зоомагазин, дочь, надо же зайти. У симки еда заканчивается. Я сразу записываю. Мы с него начнем, наверное. И рульку запеку. И это будет и котлеты хочу приготовить, потому что Назару уже надо, ну, вот эти вот для бургеров, Назару в школу пюре сварю, потому что Назар очень любит пюре. Он такой холодец, такое все не будет есть. И рассольник тоже, я сомневаюсь. А я не помню. Зелень. Зелень еще? Ну, укропчик. Напишу. Быстро. Нет, это если без бульон. А, на говяжем. Я говядину написала. Вот, пюре. Что-то много мы наготовим. Хотя не, холодец я завтра только залью. А сегодня что-то кушать надо. На ужин. Все равно котлетки. А я еще написала скумбрию. Я хочу с пюрешечкой именно скумбрию. Так мне что-то захотелось. Я только не знаю, одну брать или две. Будет еще кто-то или нет. Не хочется набирать. Ладно, мы одеваемся и гей. Уже оделась, вспомнила. Боя камеру не беру с собой. Ты футбол придешь? Да. Забыла рассказать. Мне сегодня с утра уже Назар вышел первый день в школу. Дети пошли с дистанционки. И уже звонила мне учитель химии. Смеется, шутку бьет соседа. Короче, не дает проводить урок. Сделайте что-нибудь. И сейчас как раз Назар идет где-то домой. Уже подходит. Сейчас я у него спрошу. Сейчас отгребет у меня. Ну, первый день уже. И уже учитель мне звонит. Ну, что это такое? Веселун. За школой соскучился или что? Это вообще происходит. Там ингредиент нашу жену скажет. Привет. Привет. И что ты скажешь? Что? Что на химии было? А, это? В смысле, а это? Это да. Это все, что ты хочешь сказать? А, без камеры. Хорошо. Так, маленькая распаковочка покупок продуктов. Это Синькин корм. И сухой, и мокрый. Мы ей даем все равно по чуть-чуть такого. Взяли четыре лапы. И это тоже четыре лапы. И первая. Берем для котят пока еще. Так. Нам сказали разница, кстати, между для котят и для взрослых котов. Что вот этот для котят более витаминизированный корм. Нет, там идет лактоза какая-то. А, ну и лактоза. Не, он говорил вроде и повыше. Не? Лактоза. Лактоза. Ее дают еще кошкам беременным. Беременным, да, да, да. Ага, понятно. Так. Взяли вот такую очень дешевенькую, недорогую, временно шторку. Ванную нам надо повесить. Вода ляпается везде. Моемся сидя, блин, чтобы не заляпывать. Ну и продукты пошли. Хлеб. Хлеб, это бездрожжевой, да, Зла? Бездрожжевой. Сметана открылась. Назару на бургеры. Буду сегодня делать эти котлетки на бургеры. Булки. Томатная паста. Будем солянку сегодня готовить с Викой. Скумбрию одну взяла, так захотелось прям копать. Я пюрешечку хочу готовить. И скумбрия будет вкусно. Дальше это взяли хрен на этот. Я же сегодня холодец буду на ночь варить. То есть завтра уже будет холодец к вечеру. Поэтому взяла. И он классно еще на гриле делать бутербродики с хреном и салом. С черным хлебом. Ох и вкусно. Так, дальше маслины на рассольник. Лук бы закончился. Говядину взяли на рассольник. На солянку. Ой, на рассольник. На солянку. Я их путаю вечно. Этот колбаски взяли мысловские на солянку. И филе взяла на котлетки. На котлетки и на холодец одну. Вроде бы все. Да, Сима? Солянка. Солянку будем готовить небольшую кастрюльку. Не такую, как мы обычно первая готовим. Потому что очень пробно мы делаем. Еще никогда не готовили. Будем есть немного. Лимон у нас есть. Ну, так вроде все докупили. Все. Сейчас мою посуду. Картошка, морковка есть. Мою посуду. И приступаем с Викторией к приготовлениям. Ты добавила? Так, Вика готовит солянку в итоге. Это что, она начала все на нее наготавливать. И это. Я встала чистить картошки. Сейчас займусь котлетками. И пюрешечку поставлю. У нее тут подготовлено. Лук вот так вот тоненько полукольцами она порезала. Это мысловские колбаски. Охотничьи, да. Это варенка. Но я так понимаю, ты не все будешь, да, Юля? Маслины. Огурец соленый. Говядина там. Картошка там. Что еще туда идет? А, и лимон потом. Тоже в конце. А, это матная паста в зажарку, да? В общем. Посмотрим. Для всех у нас это первый раз. А Вика еще и готовит. Я думала, я буду готовить, но взялась Вика. Знаешь, будет вкусно. Пиу-пиу. Лимончик. Последний штишок. Вот такая соляночка получилась. Но выглядит аппетитно очень. Вот и на вкус вроде ничего. Ну, непривычно для нас как-то что-то. Все, закипает. Выключаешься. Все, готово. О, сейчас как раз и папа придет. А, да, пусть постоит минут 5-10. Ну да, настоится. У меня уже пюрешка тоже. Сейчас приступаю уже к жарке котлеткам. И все на сегодня. Холодец уже на ночь. Если размерзнется нога, она еще не сильно размерзлась. Просто будешь. Так, вот такая вот получилась тарелка. Офигенно. Выглядит аппетитно. А пахнет как-то. Ну давай сметану добавляй. Ну, если хочешь. Хочу, конечно. Ого. Да это много. Ты же вкуса солянки не услышишь. Да ладно. Я не услышу вкус солянки. Ну ладно. Будет просто вкус сметаны только. Отлично. Люблю. Просто вкус сметаны. А ну, первый пробователь. Да что ж ты сметану попробовал? Тихо, тихо. Может, мало соли. Начинается игра вкусов, гормоны. Ой, ой. Свежий. Ну как? Мне нравится. Что, серьезно? Вкусно? Да, очень. Чего мы не готовили никогда? Солянка. Солянка, да. А подожди, а только капустняк, да? Только капустняк я готовила. Капустняк я готовила. А это, как это называется еще? Где соленый огурец. А тут тоже рассольник еще есть. О, рассольник. Я что-то перепутал. Вот это с рассольником. Нет, нет. Рассольник с перловой крупой, по-моему, готовится. Хотя Лена, по-моему, мне говорила, что они с рисом. У них там на Луганщине с рисом готовят. Очень вкусно. А то чуть другой. Да? Угу. Ну, хорошо. Приятного аппетита. Со сметаной можно действительно психанул. Я сейчас так потихоньку беру. Ну да, ты же вкус перебьешь. Там ее можно. Ну, на ужин можно добавить, но не так много. Так, тут я уже готовлю. Котлетки. Пюрешко уже, наверное, готово. Выключаю. Сейчас немножко нажарю таких для Назара в школу. А остальные я просто котлетами пережарю. И все. Дожариваю уже эти котлеты. Вот эти для бургеров уже у меня. А мне мало сольная. Вика под себя солила. Но я не досаливала, так и ела. Назар ест рассольник. Сразу сказал. Кисленький. Он же же... Ой, рассольник. Опять рассольник. Солянка. Он же так и называется. Солянка. Он солененький, кисленький должен быть. Вкусненький. Вот такой. Я же говорю, кто-то любит, обожает. Алина, на него твой сладяненькая. Кто-то не любит. Солянка. Не солянка, а сладянка. Сладянка. Ну, тебе бы только сладянку. Назаруженная. Вот так мы по тарелочке. Ты уже мало осталась. А? Что ты говоришь, Сына? Сладянку приходишь? Я не умею сладянку готовить. Уже все хорошо. Так. Все. У меня все готово. Солянку тоже сделала. Угу. Назар сначала сказал. Ой, мне вообще не нравится. Потом еще пару ложек съел. Говорит. Хотя не, подожди. Ничего так. У меня мнение меняется. Назару надо распробовать, чтобы он. Шутер. Не знаю. Ну, мне кажется, второй раз не захочешь, да? Ну, да. Зеленый борщ, обычный борщ. Ему нравится больше. Он любит больше. Ну, Украина. Угу. Назару. Мы возвращаемся к истокам. Столовая, как у мамы, предлагает нам пробовать молочное пюрешко. Молочное. Там же не вода, да? Нет, молоко. Это Назар подвинул свое любимое блюдо. Одно из любимых. Сразу настроение поднялось. Я говорю, включай камеру. Сейчас мы будем спонсор нашего дня пробовать. Ну, понятно, что это очень вкусно. Подожди, подожди. Не распробовал. Да, да. Да. Чуть-чуть не доел Назар. Все-таки не очень ему солянка. Так, Светлана. Даже не знаю. А что, Светлана? А ну, повернись. Что у тебя на ухе? Мам. Ой, извините. Что-то красное. Ты пошкарабался? Что вы этот? А, простите. Мы в эфире. Ой, ладно. Ешь. Все. Не балуйся, сынок. Не балуйся. Вкусно? Очень неплохо. Хорошо. Я очень рада. Сколько? Девяточку из-за десяти, потому что солянка. Подвела солянка, да? Какая-то, да. Я не рассчитываю. Тебе уже стричься пора, сынок, сотрю. Ну, длите, многие брелись. Серый. Это единственное чудо, которое составляет в неудобной позе лежать, правда? Ой, господи. У нас Вика ушла. В этот ушла к Владе. Влада уезжает. Завтра улетает к маме. Завтра ночью Вика ее будет провожать. И этот. И мы остались с Сережкой вдвоем. И Назарка. И Назарка. Не, Назарка у себя в комнате уроки делает. А сейчас созвонились там с другого подъезда с соседкой, с Юлей, с Андреем. Итак, пойдем сейчас к ним на чай и пообщаемся. У нас все эти же дела дома. Как ОСББ это все. Выкручивается наша голова. Налево и направо. Охи. Охи. Как могли его избрать? А, он сам себя как-то там, да? Он незаконно сбился. В общем, да. Уцы связались, конечно. Ладно. Пойдем. Погуляем, да? Какая тишина и спокойствие дома. Назар, кстати, сегодня же звонила мне учитель химии. Что-то нахимичил? Нахимичил. Громко разговаривал с Иваней этим, Одинець. Играючи его бил. Ну, типа, короче, дурковали. Понял? Ну, хоть без химических элементов? Да, без. Вот. И не давал проводить урок. Она сказала вот так. Тут же Назар пришел. Я ему тут... У меня была с ним разговор серьезный. Он сказал, что это... Что он соскучился просто за Ваней. Это был первый урок химии. И просто я не сдержался. У меня было много эмоций. Ла-ла-ла. Вот такие весь, понимаешь? Ну, я понял, мам. Больше не буду. Я к ней подошел и выбочився, честно. Я говорю, ну, хорошо. А говорю, она тебе что? Сказала, что я уже все равно батькам зателефоновал. Можно было не извиняться. Да не, ну, все равно за такое поведение надо извиняться. Так что вот так вот. Ладно, все, ребятки. Я вам говорю всем пока. Такие у нас дела. Мы пошли на чай. Вернемся уже и будем отдыхать, собственно говоря. Так что все. Всех обнимаем, целуем, любим. Пока.